Я больше всего не люблю на свете выходные. Нормальные люди по выходным отдыхают, в комарах висят, организм пивком тешат, а я по выходным жизнью рискую. Из-за того, что моей ненаглядной жене Виолетой, экстремалке, дома не сидится. Прошлое воскресенье потащило на меня на американские горки. Представляете меня в ее возрасте, с 10-метровой высоты, со скоростью 200 км в час, головой вниз, ногами вверх, на голодный желудок, на трезвую голову. У моей Вииты ноги веером были. Она мне каблуком в самое слабое свино. Чич! В ухо. У нее шапка улетела. Когда она садилась, была такая милая, вернулась была просто злая, ну потому что это была ее любимая шапка. Я ей потом сказал, что мне очень понравилось. Хочу брату туда, на американские горки. Потому что вдруг она меня в следующий раз не возьмет. Поедет одна. А я не люблю, когда она одна. Я люблю, когда в месте. Я ее даже в кино не отпускаю. В кино сейчас очень много секса. Больше, чем на экране. А как она меня зимой в прорубь макнула для закалки? Маржи, говорит, не болеют. Понял? Маржи не болеют. У них шкуры толстые. Я говорю, почему так сразу резко в прорубь? Давай постепенно, давай в начале в холодильнике посидим, там, пив, выпить еще и согреться. Она без лишних слов булькухи туда и все. И я за ней как герой. Как последний герой. Поскользнулся на протяжении, на протяжении слов. Лето потом мне допрос устроило. Откуда ты знаешь это слово? Я его не знаю, говорю. В прорубь вспомнил. Я говорю, это у меня от радости вырвалось. Ну, чтобы она не подумала, что мне в проруби холодно было. За это я ей, за это я ей горжусь. Рассказывает теперь всем она, как у меня до сих пор в голосах столько молодого азарта. А это не азарт. Это ужас. Ну, правда, зачем мне все это? Я с детства мечтала уйти на пенсию. Отпуск я тоже не люблю. Ой, лето ужас, ой. В прошлом летом поволокла меня на Байдарах, по горным рекам. Две недели еще счастливым лицом я бил сапожку и обвалину. Там еще с нами какая-то семейка путешествовала. Из пяти студентов. У них там недоум месяц был, постельный режим. Главный один такой заросший, лохматый, лицо такое, лица не видно. Я его все время жвачкой кормил, чтобы узнать, с какой стороны у него морда. Так мое лето за ними в горы потянулось, представляете. Но я одну-то ее не отпущу. Вдруг обидит. Тем более, один с ней заигрывал. Она даже ему замечание сделала. Как вам не стыдно со мной соигрывать при живом боже? Он говорит, я вас понял. Приму меры. А я на свои билеты и хоть в горы. Меня еще не в драке вы не видели. Меня так метелят. У самих потом кулаки болят. Ну правда, ну зачем эти горы? Я когда на стуле стою, у меня голова кружится. У меня стегулярный аппарат старый. У студентов-то новый аппарат, а у меня старый. Что делать? Примел эту аутигенную тренировку. Представил себе, как горные козлы по горам скачут. И поскакал, и поскакал. Очнулся на вершине. Один. Ой, так страшно, одна муха. Ой, ветер воет. Целый час ждал, пока остальные не дошли. Потом начали меня попрекать. Мол, нехорошо в горах славых оставлять. И тут решили выпить. Ох, мне такой не в высоте, уж все равно. Голова кружится, мне все равно, что рюмка, что стакан. Я говорю, я из крошки, как в жахлу потом. И еще они мне начали говорить, а закуску? Я говорю, и закуску, и запить. Это все равно, что ехать и тормозить. Ну как я спускался, не знаю. Ребята, не знаю, как они там. Они говорят, что прыжок был на пятой точке. Вот так и живу. Мучаюсь все это время. Вот так мучаюсь. На следующей неделе мы с Вилетой на дельтаплане летели. Я говорю, я чувствую, что этот дельтаплан, он меня доконает. Но тут как-то ночью Вилета я заметила, что в плачь из подушку, она призналась, что измучилась, трудно ей. В этом возрасте, со мной по облакам мотаться. Я говорю, так зачем ты все это застеливаешь? Она говорит, а что бы ты ко мне интерес не потерял? Ты вон какой, орел. Вдруг я за тобой не поспею. А ты себе какую-нибудь помоложе, отчаянную найдешь. Так что, так что летим? Ни за что говорю. Я один полечу. А ты меня на земле встретишь. Будешь мне по лобиннику звонить. А я с высоты, с тысячметровой, крикну, как я тебя люблю.